855 лет истории исчезли в дыму и превратились в пепел. Мировое сообщество уже назвало пожар в соборе Парижской Богоматери общенациональной трагедией Франции. Возгорание на территории началось накануне, и за считанные минуты уничтожило кровлю. Боролись с огнем более 9 часов, но потушить его удалось лишь к 4 часам утра. Пострадали двое полицейских и один пожарный. СМИ ввели прямую трансляцию. И мир стал свидетелем того, как огонь поглотил одно из самых прекрасных творений человечества. Материал Натальи Райм. Катастрофа мировой культуры или пылающее небо над Парижем. Такими заголовками пестрят мировые СМИ. То, что не должно было случиться в мирное время, произошло. Почти 9 веков собор Парижской Богоматери был свидетелем войн, эпидемий и разрушений. Накануне в прямом эфире ведущих телеканалов он канул в огненную стихию. Человечество не смогло его уберечь. Мы потрясены. Это 850 лет истории. Это рана всей Франции. Я чувствую, что сейчас плачет весь Париж, а не только я. Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло в понедельник в 1850. По предварительным данным, из-за реставрации на верхних уровнях собора. Столичная прокуратура инициировала расследование о неумышленном причинении ущерба. В результате пожара обрушилась верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Сгорел их главный орган, который без ущерба пережил Великую Французскую революцию. Парижане сравнили падение шпиля с вонзанием в их сердца. Именно в Нотр-Даме состоялась коронация Наполеона Бонапарта, биотификация Жанны де Арк и церемония похорон бывших президентом Франции Шарля де Голля и Франсуа Миттерана. Теперь собор выживет только благодаря большинству спасенных своих сокровищ, одной из которых – терновый венец Иисуса Христа. Президент Макрон пообещал восстановить храм. Мы восстановим собор вместе. Это без сомнения. Судьба Франции – проект на долгие годы. Будет запущена национальная кампания. Мы обратимся к величайшим талантам, и многие люди внесут свой вклад. И мы восстановим Нотр-Дам. Сбор средств на восстановление Нотр-Дама уже начался. Так, семья известных французских бизнесменов Пино уже пожертвовала 100 миллионов евро. Российский президент предложил Эммануэлю Макрону помощь лучших специалистов в восстановлении собора. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО ежегодно привлекал более 12 миллионов человек со всего мира, пополняя бюджет на миллиарды. Но, как пишет The Times, эксперты годами предупреждали, что собор находится в плохом состоянии. А французское государство неохотно финансировало ремонтные работы. Собор нуждался в реставрации стоимостью 150 миллионов евро. Но государство предложило только 40 миллионов. Наталья Раим, Информбюро.